Всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Аня и сегодня я решила быть вот в таком образе. Захотелось мне накинуть на себя платочек, потому что он очень теплый. Это павловский пассат и он из шерсти. Я обожаю эти платки. Я думаю, что если давно меня смотрите, в прошлом году я уже вам показывала один свой платок. Вот этот вот второй. Похолодало, как-то сразу захотелось. Кстати, вот эти платки я ношу, наверное, лет с 20 или с 19. В общем, я на первых курсах университета себе купила первый и он у меня до сих пор жив. Это синий мой платок. А вот этот второй. Я его купила в году 2015 и он как новый сейчас. Но было время, когда я устроилась на новую работу в офис. Надо вам как-нибудь рассказать про мои работы в офисе. Это, конечно, мой страшный сон, но там было много забавных историй за эти пять лет. Вот. И кто-то надо мной даже ржаво в курилочке стояли, курили и обсуждали, какой у меня бабский платочек. Женщины-женщины. Правда же, вот просто. Я не знаю. Зачем? Зачем нужно вот этим вот заниматься? Мне лично очень нравится. Напишите, нравится ли вам. Мне кто-то писал даже в личку ВКонтакте. Кстати, подписывайтесь на мою группу ВКонтакте, на мой Телеграм-канал, а также на мой канал в Дзене. Мне кто-то писал даже ВКонтакте, что благодаря вам я купила свой первый палово-посадский платок. Спасибо за рекомендацию. Ну что ж, давайте перейдем к теме сегодняшнего видео. И, конечно, прежде чем мы начнем, я попрошу вас подписаться на мой канал, если вы пока еще этого не сделали, и поставить лайк этому видео. Меня это всегда очень поддерживает. А говорить мы с вами будем сегодня о самых громких ароматах. Конечно, я бы хотела сказать в моей коллекции, но нет. Я выбрала сегодня пятерку ароматов, чтобы не перегружать данный ролик, потому что год назад, примерно в это же время, вот ссылка, у меня выходил ролик на тему самых стойких, самых шлейфовых ароматов. Там было много ароматов. Вернитесь к этому ролику. Он по сей день актуален. Сегодня я выбрала пятерку самых. Не исключаю, что я что-то позабыла. Не буду здесь показывать в 25-й раз Haltat Night. Это самый громкий аромат в моей коллекции. Сегодня покажу лишь то, что покажу. И, конечно, я буду ждать от вас в комментариях самые громкие ароматы в вашей коллекции, что на вас сидит очень-очень-очень цепко. Итак, первое. Это, естественно, Angel Angel. Нет, это не Angel. Это Alien. Alien. Классический мюглер в парфюмерной воде. У меня вот такая малышка. Слава богу, я успела ее схватить когда-то там за тысячу с копейками, года два назад. И потому что сейчас, глядя на эти цены и на доступность этого бренда, на его недоступность, так скажем, да, уже как-то не хочется к полноценному флакону возвращаться. Но это действительно очень громкий аромат. И, вы знаете, многие мне когда-либо о нем писали, не то чтобы многие, но точечно так, да, что это кошмар, это слишком, это перебор, это ядерный жасмин, это индол, это фу. Для меня это вообще не так. Я сейчас расскажу вам, как я ощущаю этот парфюм. Но мы с девчонками в Телеграм-канале недавно обсуждали шлейфы, которые мы встречаем на улицах, да, не так, чтобы мы и сильно обсуждали, но поделились своими мнениями. Вот, что я вам скажу. Москва, центр города, Китай-город, ближайший в сторону метро. Амбра, деревяхи, амбра, деревяхи, деревяхи, амбра. Кирке, Лос-Черри, Томфорт. Бакара, это, знаете, это уже, бакара, это когда, ну, слава богу, хоть что-то другое появляется. И когда я встречаю в метро шлейф сеньорина Рибелла, Рибелла, да, правильно я говорю, или Элеон, или Шанель, неважно, что-то другое, отличающееся от вот этих вот новомодных ужасных бас, которые просто достали. Да простят меня любителей этих бас, ну, честно, прям мало на кого, мне кажется, они садятся как-то адекватно. Но сейчас не об этом, а об аромате Элен. Вот одна девушка мне написала, что приятной неожиданностью было встретить в шлейфе его. Это правда, он прекрасен. Конечно, нужно дружить с дозировкой, но я никогда не дружила с дозировкой, мне кажется. И на работу, на ту самую, где на мой платочек, знаете, что-то наговаривали, я носила его тоже. У меня был тогда Атлевант в 10 миллилитрах, и это самый холодный, самый пронзительный, самый космический жасмин в сочетании с амброй. С нормальной амброй, не с амбро-акцинидом или как там его, а с нормальной амброй. То есть древесная вкусная подложка, аромат не сладкий, он просто ода жасмину. Здесь есть капля индола, действительно, для тех, кто чувствителен к этому, может отпугнуть. Никого не призываю брать без аттеста, но она такая, знаете, где-то там пробегает и придает этому аромату больше, наверное, пикантности. То есть здесь очень серьезный, яркий, холодный жасмин. Прям очень такой, знаете, звонкий, вот правильное для него слово. Я думаю, что мало кто с этим парфюмом не знаком. Я его люблю, и это действительно один из самых громких ароматов в моей коллекции. Сначала заходит он, потом заходите вы. Но если два пшика, ну даже если два пшика, в принципе, это облако на весь день. Хотя я уже рассказывала эту историю. Однажды я, когда натушилась этим парфюмом, у меня на работе спросили, это не Шанель Шанс? Нет, это не Шанель Шанс. Какая, какая Шанель Шанс? Ну ладно. Просто люди, те, кто не разбирается. Хотя, знаете, это приятно, когда у тебя спрашивают все-таки, что за аромат. Потому что у меня редко, когда спрашивают, а слово никогда практически. Следующий аромат это Анджи Димон Живанши Ангелы и Демоны. Аромат моя новинка. Один раз я вам его показывала в покупках. Я так рада, что он у меня. У меня тридцатка. Этот флакончик, у меня мама сказала, он бархатный, да? Издалека, когда увидела флакон. Он действительно кажется бархатным за счет этого мягкого градиента. Это очень красиво. И я так вкусно, наверное, о нем рассказала, что многие мне написали, что надо срочно затестить. Я уже забыла, надо пойти заказать от Левант. И недавно буквально читала комментарии тоже об этом аромате, что все не то, совсем другое, все разбавлено. И другая девушка ответила первое, что я заказала от Левант, и он такой же, как 10 лет назад. Я думаю, что он, конечно, претерпевал переформулировку, потому что запрет ингредиентов и т.д. и т.п. Но все равно это примерно то же. Примерно то же. Я думаю, что он был просто еще громче. Это громкий аромат. Это лилия, божественная лилия в сочетании с ванилью, с какой-то такой, знаете, немножко колдовской, колдовской зельевой ванилью, как будто она дурманища. Не то, чтобы она была древесная, но она, знаете, какая-то пьянящая вот эта сладость. То есть, как будто бы даже она немного алкогольная. Лилия холодная. Здесь также есть какая-то цветочная пудра. И тот же оттенок, да, немножко дурманища головой, немного индольный, может быть, для кого-то. Потому что я тоже слышала мнение, что так цветут петуньи, и если вы ночью забредете в сад, где они цветут, это будет пахнуть так. Цветок дурмана, возможно, тоже пахнет примерно так. Но здесь заявлено лилия, тем не менее. Лилия мало где нормально себя проявляет в парфюмерии. Хотя есть любители лилии. Почему нет? Здесь опасно, но нужно тестить. Это та самая еще школа. Не старая французская школа, но школа, не знаю, нулевых. Когда ароматы делали, ну такие, чтобы их было слышно. Не вот эти вот новомодные распылители, когда еле как на тебя там это облачко попадет. Здесь еще и нормальный распылитель. Здесь стойкий аромат, здесь громкий аромат, здесь аромат, который заявляет о своей владелице. Это аромат для смелых девушек. Он несовременно пахнет. Это не то, это не молекулярные базы, это тяжеляк. Так что, да, это один из самых громких ароматов в моей коллекции. Следующий аромат у меня это пробник. Здесь 2 мл фирменный пробник Мансера Red Tobacco. Я заказывала его на Оренталь, я вам показывала. И до сих пор так рада, что мне повезло выбрать именно его в подарок себе. Потому что я размышляла, нужен ли мне флакон. И да, мне нужен флакон. Я думаю, что скоро он у меня появится. Главное мне об этом не забыть, засунуть в корзину. А то глаза разбегаются. Вот это вот заказываем то, что не нужно, а то, что давно хотим. Оставляем на 5 лет еще в хотелках. Примерно так у меня было с Red Tobacco. Когда я о нем рассказывала и показывала его опять же в этих покупках, мнения разделились. Кто говорит, что это перебор. То есть он мужской и вообще нет. Кто-то обожает. Я обожаю. Я из тех, кто обожает. Мне нравятся эти кожаные ноты, красное дерево, корица, табак. Это все многогранно, глубоко, очень стойко, очень громко. То есть не дай бог на себя нанести. Я не знаю 5 пшиков. Это просто ужас будет. На неделю, наверное, этот аромат на вас зависнет. Два пшика здесь. Даже из маленького пробника хватает на целый день. Это прекраснейший аромат. Да, это унисекс. Это прям явный унисекс. Но на осень, на зиму это согревающее какое-то, знаете, еще алкогольный с ним есть. Он прекрасен. Я его очень люблю. И надеюсь, что буду скоро вам показывать не пробник, пробирку, а флакончик полноценный. Следующий аромат это бренд Montal. У меня вот такая миниатюра Dark Pebble 20 мл у меня версия. Здесь прекрасные красные терпкие ягоды. Здесь ощущается сочетание роза-мускус, которые характеризуют бренд Montal. Который нас относит немного к Роузис Маск. Относят к Интенс Кафе. Да, но здесь менее сладко, более терпко. А здесь еще есть слива. Она тоже ощущается. То есть представьте себе, вот эта слива с кислинкой, глубокая. Красноватые ягоды. Ягоды, посыпанные такой пудрой. Роза. Очень вкусно. Мускус. Очень вкусно. И вы знаете, я люблю этот парфюм. На меня Montal прекрасно садится. И в целом могу сказать, что рекомендую тоже к знакомству. Особенно если вам нравится Интенс Кафе. Если вы любите Роузис Маск. Если вы любите Рестретты Интенс Кафе. Это вот их двоюродная сестренка. Это, конечно, очень громкий и очень стойкий аромат. Я думаю, здесь нечего объяснять. Мне кажется, Интенс Кафе мой. Он менее громкий, чем вот эта штучка. И последний аромат, который я сегодня вам покажу, это Linderti Givenchy. У меня туалетная вода. Старая версия, не перевыпуск. А вот, в общем, какого там она года была. 21-го, 19-го, я не помню. И вот смотрите, сколько у меня его. За два года я сносила очень мало. Потому что действительно хватает нескольких пшиков. Один раз меня с этим ароматом укачало в транспорте. Это была зима. Еще, не знаю, год, 22-й год. Начало самой зимы. И я долго к нему не подходила. Но потом все, у меня этот якорь ушел. Но это правда, это очень громкий аромат. Когда я читаю на фрагрантике о том, что два часа и я не слышу. Не знаю, вот бывают такие, девочки, истории. Когда у нас очень много ароматов, нужен парфюмерный детокс. Я сама хочу сесть на детокс хотя бы на два дня, если мне хватит. Просто не пользоваться ничем и ни к чему не прикладываться. Вот этот аромат, он очень громкий. Просто представьте себе, если вы не слышите на себе парфюмы через два часа или три там. И вы обливаетесь и обливаетесь бесконечно каким-то громким ароматом. Это просто убей все живое. Здесь аромат стойкий, громкий, очень шлейфовый, очень хвостатый. Он заявляет тоже о себе. И благо у меня туалетная вода, потому что парфюмерная вода это еще более стойко. Он пахнет виноградом. Он пахнет земляникой. То есть вот эта земляничность-виноградность, да, они для меня в каких-то равных пропорциях. Хотя аромат прежде всего про цветок апельсина и про его сочетание с туберозой. Я полагаю, что цветок апельсина здесь дает тот самый ягодный эффект. Здесь также заявлен мак на старте. Но мне кажется, все-таки это о да белым цветам. Вот таким вот современным ягодным белым цветам. Очень многие пытаются этот аромат повторить. Сделать закос, да, под что-то вот похожее. Но мне кажется, Лендер Ди, он такой один. Действительно, и он один из первых, кто в эти годы, в ближайшие, запустил эту тенденцию к ягодным белым цветам, к виноградным белым цветам. И, конечно, эти все ароматы громкие. Могу еще здесь отметить My Way от Джорджа Армани. По-моему, они вышли одновременно как-то так. Ну, там с разницей небольшой. Вот. А все остальное уже это немного не то, на мой взгляд. Поэтому вот, не знаю, еще вот, я сто раз вам говорила, что я не хотела бы себе парфюмерную воду. А сейчас вот думаю, может, мне надо. Не надо. Мне будут эту тридцатку, тридцать пять здесь, по-моему, закончить. И потому что это очень громкий аромат. Ну, что ж, вот мы с вами поговорили про громкие ароматы в моей коллекции. Пишите ваше мнение в комментариях. Делитесь, пожалуйста, своими громкими находками. Пишите, как долго вы чувствуете вообще на себе ароматы. Вы относитесь к парфюмерному детоксу. Надо ли его проводить. Потому что, действительно, есть момент с забиванием рецепторов. И мы можем просто переставать слышать свои любимые ароматы. А нам с вами этого не надо. Ну, что ж, я с вами на сегодня уже прощаюсь. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. И мы с вами обязательно и очень скоро увидимся в новых роликах. Пока-пока.